Врач-психотерапевт психоневрологического отделения Гродненской городской клинической больницы номер 3 Анна Ежак. Здравствуйте. Анна, скажите, пожалуйста, что же это такое за состояние послеродовая депрессия и какие у нее есть клинические проявления? Послеродовая депрессия – это не просто минутная слабость для женщины, это не какая-то усталость, это действительно серьезное состояние, это одна из разновидностей депрессивных состояний. К счастью, это состояние обратимо. Главное – обращаться к специалистам необходимого профиля. При депрессивных, послеродовых депрессиях, в депрессивных состояниях происходит нарушение в четырех сферах функционирования. Женщина становится невнимательной, рассеянной, в эмоциональной сфере. Она чувствует апатию, утомляемость, потеря интереса к жизни, к ребенку, новорожденному. Она может становиться вспыльчивой, раздражительной. Нарушается поведенческая сфера, когда она становится малоактивной, закрытой. Прекращаются контакты с подругами, с близкими людьми. И могут проявляться соматические симптомы какие-то непродолжительные, непостоянные. Дискомфорт в какой-то определенной области тела. Может появляться головная боль, которая проходит даже без приема обезболивающих препаратов. А дискомфорт где-то в различных частях тела, носящий непостоянный характер. То есть сейчас у меня заболела здесь, буквально через какое-то время этот дискомфорт может появиться в другой области тела. То есть таким образом мозг, наверное, дает понять, что все в порядке с организмом. Дает понять, что что-то со мной не так, что есть какая-то проблема. А вообще можно ли констатировать, что есть более тяжелая форма депрессии послеродовой, менее тяжелая, либо нет такого градации по степени тяжести состояния? Соматические симптомы, они не обязательны, они не постоянны. Они могут быть, могут не быть. Но если нет действительно какой-то органической патологии, если нет нарушения в какой-то системе из организмов, но есть дискомфорт, это говорит о том, что какое-то невротическое состояние оно есть. Какие факторы провоцируют послеродовую депрессию? Почему она возникает? Казалось бы, вот ребёнок, например, запланирован, долгожданный, любимый ребёнок, и при этом, скажем так, вместо того, чтобы радоваться жизни, женщина вдруг начинает впадать вот в такое состояние послеродовой депрессии. Какие причины? Что провоцирует вот это состояние? Ну, я думаю, что какой-то определённой одной причины нет. Это скорее будет комплекс причин. В первую очередь, это гормональные изменения, которые происходят после родов в организме женщины. Это всё-таки психологическая где-то не до конца готовность к материнству, потому что после рождения ребёнка резко изменяется образ жизни женщины, меняется семейная система, в которой появляется новый член семьи, меняются роли, появляются новые социальные роли, и к этому нужно адаптироваться, и не всегда это получается сделать быстро. И какая-то наследственная предрасположенность, конечно, тоже играет свою роль. Может быть, какие-то психические, психологические расстройства были ещё до беременности. И они тоже могут сыграть свою роль в развитии послеродовой депрессии. Даже если казалось бы, что вот там ребёнок этот любимый ожидаемый, всё-таки может быть какая-то, скажем так, психологическая неготовность к тому, что происходило на фоне гормональных изменений, я так понимаю. Именно это становится фактором. Гормональные изменения делают женщину более эмоциональной, более лобильной, поэтому ей где-то тяжело справиться со своими эмоциями. Плюс где-то скорее не оправдывается ещё ожидание вот этого вот материнства, когда увеличивается на неё нагрузка. Она ожидает, что это будет не совсем так, как протекает, когда нарушается… Да, она ожидание, что как картинка в Инстаграме, а реальность совершенно другая. Когда сна мало, нагрузки много, она где-то не справляется, она ожидает, что она будет какой-то, да, супермамой, и эти неоправданные ожидания, они тоже приводят к возникновению какого-то чувства вины и запускается порученный круг. Давайте тогда, может быть, немного о статистике. Часто ли женщины обращаются, либо, может быть, не сами женщины, их родные, к специалистам с подозрением на послеродовую депрессию? К сожалению, послеродовой депрессии страдает каждая десятая женщина, но к специалистам обращается всего лишь около 15% из тех, кто имеет симптомы, и женщины, которым нужна вообще помощь специалистов. А эта статистика, она касается Беларуси, либо это общемировая? Это общемировая, и Беларусь, в принципе, вписывается в эти данные. В эти рамки. То есть скрытый характер послеродовой депрессии всё-таки он есть, и, наверное, это огромный такой кусок людей, которые нуждаются в помощи, но при этом не обращаются за ней, я так понимаю. Есть скрытые, да, но тут ещё, наверное, дело в том, что многие боятся обратиться за помощью. Во многих семьях считается, что послеродовая депрессия – это действительно какой-то… Блажь. Блажь – это каприз какой-то, и оно пройдёт. Поэтому вот это тоже даёт… Даёт о себе знать. А вообще на какие особенности поведения женщины должны обратить внимание её родные? Вот что должно им сигнализировать о том, что у человека не просто блажь в голове, а послеродовая депрессия? Меняется поведение. Она становится, да, то, что я говорила, вот эти вот нарушения в этих четырёх сферах, когда изменяется поведение, она становится неразговорчивой, закрытой, необщительной, когда она действительно не может справляться с ежедневными своими нагрузками, когда она мало времени уделяет ребёнку, когда она становится, наоборот, эмоциональной, вспыльчивой, раздражительной, невнимательной, где-то рассеянной. То есть вот этот вот все комплекс причин, когда она становится просто другой, и видно, что, да, у человека нарушается эмоциональное и физическое состояние. Вот на эти вещи стоит обращать внимание. Очень часто родные и близкие вообще забывают о том, что в послеродовом периоде женщине нужна поддержка, и эту поддержку прежде всего должны оказывать они. Поэтому от близких и родных тоже зависит очень много. А сама женщина может диагностировать у себя послеродовую депрессию? Способна ли она сама адекватно вот на фоне вот этих изменений, на фоне изменений гормонального состояния, изменений настроения, вот этой эмоциональности, адекватно оценить собственное состояние, либо это видно только со стороны? Женщина, как никто другой, наверное, лучше всего знает себя. И в первую очередь, да, она замечает вот эти вот изменения, когда она говорит о том, что у меня такое ощущение, что я — это не я, что во мне живёт другой человек. И мне очень трудно справиться с этим состоянием, мне очень трудно где-то контролировать себя. В первую очередь, часто это замечает именно сама женщина. И очень часто её беспокоят, кроме вот этой вот какой-то эмоциональности, утомляемости, её отношения к ребёнку. Не то, как вот она должна его там любить, да, и принимать, а вот именно какое-то отвержение, когда её раздражает вообще ребёнок, его плач. И она испытывает по этому поводу чувство вины, вот именно к своим эмоциям, к своему поведению. И эти вещи не замечают, они об этом говорят. Поэтому, да, она это замечает. И тоже где-то возникает понимание того, что ей нужна помощь, что она не справляется. И в этой ситуации родные должны всё-таки прислушаться, наверное, к человеку, пойти навстречу и, наверное, не думать, что это блажь, и всё-таки помочь эмоционально, физически. И, наверное, обратиться к врачу всё-таки тоже порекомендовать. Обращаться к врачу надо, особенно если эта симптоматика, она наблюдается всё время, ежедневно, в течение двух недель. Это уже говорит о том, что действительно есть какое-то депрессивное состояние и нуждается в консультации специалиста. А можно ли послеродовую депрессию спутать с каким-то другим состоянием либо с каким-то другим заболеванием? Её, наверное, нужно дифференцировать всё-таки с какой-то утомляемостью в первую очередь, когда после рождения ребёнка у женщины нарушается режим, она устает, она не высыпается. И когда уже своих собственных ресурсов не хватает для восстановления, но всё-таки утомляемость — это ещё не диагноз. Если скорректировать режим, если не бояться просить о помощи близким, если больше отдыхать и с большей критикой относиться к ситуации, изменение своего жизненного режима, то эту ситуацию исправить можно. Депрессия — это всё-таки уже диагноз, это более тяжёлое состояние, и тут нужна квалифицированная помощь. Мы уже говорили о том, что в нашей культуре не очень принято обращаться к психотерапевтам, особенно с таким диагнозом, как послеродовая депрессия. Депрессия, как правило, считается, что это у женщины блажь в голове. Действительно ли блажь? И, как правило, считается, вот само пройдёт. Пройдёт ли само или всё-таки нужно обращаться к специалисту? Само не пройдёт. Если это уже действительно депрессия, само не пройдёт. И, к сожалению, состояние может только ухудшаться. Это не блажь, это действительно расстройство, с которым необходимо обращаться. Проблема нашего общества, наверное, в том, что всё равно остаётся какое-то предвзятое отношение как к специалистам по оказанию психологической помощи психологам, психотерапевтам, так и к самим пациентам, которые обращаются за этой помощью. Эта стигматизация, её нужно как-то постараться снизить. Поэтому психообразование играет здесь, наверное, одну из важнейших ролей, когда нужно объяснять людям, когда мы это делаем, что бояться этого не надо, что такие состояния бывают, и вообще обращаться к специалистам нужно, если в этом есть необходимость. А чем именно поможет специалист? Специалист может взглянуть на состояние пациента, на состояние женщины в данном случае, понять, дифференцировать всё-таки, это утомляемость, усталость, истощение, или это действительно начало какого-то серьёзного расстройства. Какую помощь ей нужно оказать? Потому что в зависимости от того, на каком этапе женщина обращается к специалисту, от этого будет зависеть уровень оказания помощи. И чем раньше мы обращаемся, тем легче эту помощь оказать, и легче восстановить пациента. А обязательно ли медикаментозное лечение? Либо бывают случаи, когда достаточно ограничиться какими-либо процедурами, например, медитацией, разговорами, какими-то другими процедурами, витаминами. Всегда ли медикаментозное лечение показано при послеродовой депрессии? А этот вопрос всё-таки нужно решать индивидуально. И только непосредственно при обращении к специалисту. Если это начальное какое-то состояние, если здесь доктор видит, что в принципе назначение каких-то препаратов не обязательно, то их можно и не назначать. Если это состояние более серьёзное, то да, есть необходимость пропить препараты, и это нужно сделать. А вообще насколько это состояние опасно для самой женщины и для её ребёнка, для окружающих, потому что периодически, к счастью, что это очень редкое явление, но встречается такое понятие, как расширенный суицид, когда мама, взяв на руки малыша, выбрасывается в окно, ведь это не просто так происходит. Это может быть следствие послеродовой депрессии, а может быть и нет, может быть какие-то другие факторы. Вот скажите, пожалуйста, насколько опасна послеродовая депрессия для самой женщины и для тех людей, рядом с которыми она находится. Когда у женщины есть послеродовая депрессия, это влияет на качество её жизни. Послеродовый период — это очень интересно и очень важно для женщины, и она может его прожить по-другому, действительно насыщенно и оставить какие-то приятные воспоминания о нём. Когда у женщины есть диагноз депрессии, к сожалению, этого она сделать не может. Ухудшается её соматическое, физическое состояние, психологическое, в первую очередь. Для ребёнка это тоже будет очень непростой период, потому что после рождения он считывает состояние матери, эмоциональное состояние матери. И если она эмоционально холодная, отстранённая, это будет влиять на развитие его психики ребёнка, на развитие эмоциональной его сферы. Потому что если мама не даёт ощущения тепла, принятия безопасности для ребёнка, для него это действительно является стрессом. Ну вот а каков алгоритм действия, если, допустим, женщина сама понимает, что у неё послеродовая депрессия, либо это понимают её родные, куда нужно обращаться за помощью, где её искать, этой помощи? К счастью, сейчас оказание психологической помощи у нас доступно. В каждой поликлинике у нас городской, в каждой консультации есть психологи и психотерапевты. И на начальном этапе можно обратиться к ним. Специалисты оценят состояние, порекомендуют, опять-таки, индивидуально, в зависимости от состояния женщины, какие ей необходимы коррекционные мероприятия, или это будет немедикаментозная терапия, или это будет совместность с каким значением каких-то медикаментов. Если же специалист видит, что он не справляется с состоянием на своём уровне, можно обращаться дальше. Это дневные стационары, это стационарное отделение, в том числе наше, психоневрологическое, в третьей больнице. У нас действительно не принято обращаться за психологической помощью. Я думаю, что многие люди боятся именно того, что в карточке останутся какие-то записи. И с этими записями потом будет очень сложно найти какую-то работу. Возможно, будут ограничения по выполняемой деятельности, по вождению автомобиля. Так ли всё страшно? Будут ли вот эти последствия после лечения? На самом деле это не страшно. Когда мы приходим к психотерапевту поликлинику, она заводит индивидуальную амбулаторную карту, которая хранится только у неё в сейфе и недоступна для общего доступа. У нас, если женщина находилась в стационаре, эпикрис просто вводится в общую базу, и это облегчает дальнейшее оказание помощи. Если ей она нужна, она обращается куда-то дальше, или ей впоследствии где-то в жизни нужна будет какая-то коррекция. Просто последствий никаких не будет. То есть этот диагноз не является противопоказанием? Этот диагноз абсолютно не является противопоказанием к трудоустройству, к вождению автомобиля или другим каким-то. Спасибо огромное за участие в программе. К сожалению, наше время истекло. Напоминаю, это была программа «Тема в деталях». Сегодня мы говорили о послеродовой депрессии. Смотрите нас на телеканале «Беларусь-4», а также на сайте tvgrotno.by. В студии работала Наталья Залезкая. Всё вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова